С праздником вас, с освобождением Херсона. Извините, вы что-то попутали? Кто попутал? Какое отношение ко мне имеет Херсон? Ну, вы белорус? Ну, как бы да. Ну, вы же украинцев поддерживаете в этой войне? Абсолютно нет. Русских? Вы расист? Абсолютно нет. Так вы никого не поддерживаете? Я не пойму. Я поддерживаю только белорусов. Ну, так в... В интересах Белоруссии, чтобы победила Украина? В интересах Белоруссии, чтобы победил мир. Но мир невозможен, пока русских не уберут с Украины. Мир невозможен, пока стреляют. Ну, естественно. Если Россия прямо сегодня возьмет свою армию, оружие и уйдет с Украины, все перестанут стрелять. И как это освобождение Херсона может, блядь, повлиять на то, что Россия возьмет оружие и перестанут стрелять? Это наоборот, мне кажется, что если Украина взяла Херсон, значит Россия будет стараться Херсон обратно отбить. Ну, потому что они проигрывают, они в прошлом месяце освободили Харьковскую область, в этом месяце освободили Херсон. Очевидно, Россия проигрывает в этой войне. Я не спорю, возможно, Россия и проигрывает. А единственная возможность договориться, это уйти с Украины просто и все. Вы понимаете, в чем вопрос? Так, как бы вам поконкретнее сказать? Путин, Путин, он не такой человек, чтобы отступать. Если даже, вот допустим, загнанная крыса, какая бы она ни была загнана в угол, она все равно будет кусаться. Понимаете, что это дело? Ну, так вот, украинцы своей волей и оружием заставляют его отступать. Вот и все. Я понимаю. Раз он такая крыса, которая не отступает, так просто будут убивать, значит, эту крысу. И он перемалывает сотни тысяч русских жизней в этой войне, заодно и с украинскими. Вот. Вот. Вот правильно, конец вашей цитаты, что заодно и с украинскими. А вам своих людей не жалко? Я тоже белорус. Я понимаю. Я не украинец, я белорус. Все, извините. Вот так я хочу сказать о чем. То россиянам, я так понимаю, своих ребят не жалко. А украинцам своих ребят не жалко. Украинцам своих ребят жалко. Но дело в том, что они не могут отдать свою территорию, потому что они сначала в 2014 году отдали Крым и пытались договориться без всякой войны. Потом отдали Донецк с Луганском и пытались договориться. Вон, в Минске же даже соглашение подписывали. Ну, третий раз, по-моему, уже никто не верит человеку Путину. О чем можно договариваться? Как он сдерживает свои обещания? Никак. О чем можно договариваться? К сожалению, приходится только воевать. Украинцы считают, что у них нет выбора. Они не могут... Единственный договор – это Россия уводит свои войска с Украины. Все. Это единственный возможный договор. Это то, что сказал Зеленский. Ну, так это очевидно. Как можно договариваться с кем-то, кто не держит свои обещания? Если в 2014 году отжали Крым, пытались договориться – не получилось. В 2015 году отжали Донбасс, пытались договориться – не получилось. Сейчас... А, ну и кроме того, давайте вспомним все эти Бучи, Ирпень, сколько там убитых мирных жителей найдено, замученных и расстрелянных. Как на это можно реагировать и договариваться? То есть ко мне в дом приходит чувак, убивает моего ребенка, избивает, занимает одну мою комнату и говорит – давай договариваться. Может, ты сначала уйдешь, ответишь за свои преступления и после этого с тобой можно договариваться? Как можно договариваться с маньяком, который еще и продолжает убивать еще дальше? Да. Я понял. Давайте, знаете что? Давайте вот так вот начнем сначала с 2014 года, как вы сказали, отжали Крым. Давайте сначала такой вопрос. Кто отжал Крым? Россия у Украины? Россия у Украины, отжала Крым. Каким образом? Ввела туда своих вежливых людей, войска ввела, в общем-то, и все. Давайте так. По договору с Украиной российские войска в количестве 20 тысяч человек постоянно находились на территории Крыма. 20 тысяч человек российских войск по договору с Украиной всегда находились на территории Крыма. Им не надо было вводить туда войска. Ну, своими войсками. Этими войсками и отжали. Хорошо. Которые там находились. Хорошо. Хорошо. Давайте проведем аналогию. Между Крымом и Донецком. Крымом и Луганском. Крым. Там были боевые действия? Нет. Нет. На Луганске и Донецке там были боевые действия? Да. Да. В чем здесь разница между Крымом, который отжали, и между Луганском и Донецком? Так вы мне скажите, вы, видимо, считаете, вы говорите. Я вам говорю, что Крым, Крым никто не отжимал. Возможно. А почему тогда он сейчас... Ну, начнем с того, что ООН признала факт оккупации. ООН конкретно считает, что Крым находится под оккупацией России. Да. Я понимаю. Возможно, где-то по каким-то политическим минимум-мотивам, минимум-мотивам, это минимум, что можно предъявить России, это аннексия. Вы знаете, что такое аннексия? Вам не нравится слово оккупация? Вы хотите, чтобы это называлось аннексией? Нет, дело в том, что мне не то, что не нравится слово оккупация. Мне просто, я говорю, что оккупации не было как таковой. Потому что там по договору с Украиной находились российские войска. Об оккупации вообще речи не идет. Там по договору российские войска находились. Если сейчас Крым оккупирован Россией, это признал ООН, понимаете, ООН принял такую резолюцию, что Крым оккупирован Россией. При чем тут аннексия? Что, ООН признала, что Крым аннексирован Россией? Нет, нет, давайте секундочку. Что такое оккупация? Ну, когда войска одной страны занимают территорию другой страны. Абсолютно верно. По договору Украины и с Россией, там находилась 20-тысячная группировка российских войск. Никто туда ее доводил, она там находилась. Хорошо, ну, смотрите, войска США, есть куча баз, которые, например, в Кыргызстане есть база США, которые там находятся, войска США. То есть вы хотите сказать, что если вдруг США решит присоединить Кыргызстан, то это будет не оккупация, а аннексия, потому что они свои войска по договору. И все страны такие, ну, нормально, 51-й штат США, вот Кыргызстан становится. И все абсолютно нормально к этому отнесутся, да? Абсолютно точно, это будет аннексия. Потому что по договору их войска находились на территории этой страны. Это будет абсолютно точно аннексия. А по оккупации никакой речи не будет идти. Потому что правительство этой страны дозволило войскам другой страны зайти беспрепятственно и на их территорию. Абсолютно точно. То есть нельзя вообще ни с кем договариваться, чтобы войска находились на чьей-то территории, да? В смысле на чьей-то территории? Ну, это же как бы, получается, сразу эта индульгенция на аннексию получается, типа... Да, да, это так и есть. Это сразу же вы попадаете под влияние... Слушайте, ну, получается, что Беларусь аннексирована Россией тогда тоже? Сейчас же на территории Беларуси находится куча российских войск. Получается, и Беларусь аннексирована? Нет, Беларусь не аннексирована. Я вам скажу, Беларусь сейчас по ДКБ, по ДКБ, она в договоре, и по этому договору располагаются войска России на территории Беларуси. Это по договору о едином добровольном сотрудничестве в сфере экономики и... Ну, вы же сами сказали, что если по договору войска могут располагаться на территории, то, в принципе, аннексия норм? С таким же успехом войска Беларуси могут располагаться на территории России. Понимаете? С таким же успехом. Какую-то территорию, если она захочет, то да. Нормально. В принципе, стройно и логично. Согласен с вами. Тогда да, извините. Крым аннексирован Россией. В принципе, все верно. Спасибо, что объяснили. Давайте я вам еще один пример немножечко приведу, чтобы это было более понятно. Вот, допустим, Израиль, когда захватил часть территории Палестины, они тоже же ее как бы аннексировали. Это не было прямым захватом. Там стояли войска Израиля, они просто отчертили границы и признали эту территорию израильской. Кто? Сам Израиль признал территорию Израиля. Он этого ничего не признает. И никто в мире не признает, кроме самого Израиля. Никто не признает. Да, да, да. Никто не признает, но Израилю-то на это наплевать. Вы хоть что-то там делайте, но мы-то ее признаем. Ну, то есть, в принципе, если тебе наплевать, то ты можешь забирать себе все, что хочешь. Например, если я приду, и мне ваш дом понравится, я, в принципе, могу вас выпнуть из него. А если уж мы договорились, например, вы меня позвали на ночь переночевать, то есть у нас был договор, что мы там можем ночевать, то я могу забирать ваш дом, в принципе, буду сильнее вас, выпну из него, и ваш дом будет аннексирован мной. Да, абсолютно точно. А так как никто это не признает, по документам дом ваш, я говорю, мне насрать. Вы посмотрите, что Израиль с Палестиной делает, так что дом этот мой точно. Абсолютно точно, вы правильно это подметили. Кто сильнее, то ты прав. Вот, допустим, США, взять США, территорию Техаса, Невады, они когда-то отжали у Мексики, и Мексика ничего не могла противопоставить, они просто туда ввели войска, аннексировали всю эту территорию. Вы как-то слишком близко берете, я предлагаю в XIII век вообще перейти, когда Золотая Орда отжала территории у русских княжеств. Я вообще считаю, что надо монголам всю Россию отдавать, в принципе-то аннексировать, точнее, монголами. Это же еще когда было. Давайте, если хотите, можем даже в XX век перейти, когда Прибалтику аннексировала США и Великобритания, и Евросоюз, они просто Прибалтику взяли и захватили, и все, просто лишили их, как бы присоединили к Евросоюзу, как бы им это хотелось, не хотелось, там без всякого референдума, без ничего, просто взяли и присоединили к Евросоюзу, и все, как бы. В общем, право сильного. Кто сильнее, тот и того, и все это. Полностью согласен. Спасибо, спасибо, что объяснили. Ну, наконец-то я на мир взглянул правильно, не через призму розовых очков. Хорошего вам выходных и хорошей ночи.